В Кирове появится центр молодежи и спорта и изменятся сроки уплаты земельного налога и налога на имущество физических лиц. Эти и многие другие вопросы обсудили депутаты Кировской городской думы на заседании постоянной комиссии по бюджету и финансам. В связи с изменением федерального законодательства срок уплаты налога на имущество физических лиц переносится с 1 ноября на 1 октября. За счет этого увеличится срок взыскания недоимок и как следствие пополнение бюджета. Еще одно нововведение касается введения коэффициента дефлятора по налогу на имущество физических лиц. Это коэффициент, устанавливаемый на каждый календарный год, который учитывает изменения потребительских цен на товары, работы и услуги в предшествующем периоде. У нас идет суммарная интернационная стоимость, которая сейчас уже определена и рассчитана. Просто мы на нее будем примерять коэффициент дефлятора, который будет определен приказом Министерства экономического развития Российской Федерации. Он будет определен где-то в ноябре месяце 2014 года. Его рассчитывать будут за 2015 год, а взимать соответственно будут в 2016 году. То есть сама процедура будет именно в 2016 году? Нет, уплачивать налог мы будем в 2016 году. Кстати, изменение сроков уплаты затронули земельный налог, который теперь также будет взиматься 1 октября. Отметим, что это касается физических лиц. Для предпринимателей срок уплаты земельного налога остается неизменным. Также депутаты обсудили создание в Кирове некоммерческой автономной организации «Центр молодежи и спорта». Ее цели – это организация и проведение спортивно-массовых оздоровительных молодежных мероприятий, работа с общественными организациями и предприятиями в сфере привлечения дополнительных финансов. Какие задачи поможет решить создание автономной некоммерческой организации? Во-первых, специалисты управления будут заниматься выполнением целей и задач, для осуществления которых создано управление. А именно создание условий для реализации молодежной политики, создание условий для развития физической культуры массового спорта, вопросами анализа и перспективного планирования развития данных отраслей. Создание центра позволит оперативно решать вопросы с проведением внеплановых мероприятий. При этом дополнительных средств из бюджета города не потребуется. Отметим, что все эти вопросы будут рассмотрены на заседании Городской думы 29 апреля, где будет принято окончательное решение. Милана Поварницына, Сергей Щекин, Вести, Кировская область.